Открытие мусоросортировочного завода жители Читы и местные власти ждали почти 10 лет. В проект, который торжественно открывали осенью 2015 года, были вложены немалые суммы денег. Дорогостоящее испанское оборудование брали в кредит. Оборудование, по большому счету, уже некондиционное, или как его назвать, негарантийное. На нем как работать-то, правильно? А вы еще за него будете платить несколько лет, а еще ни копейки не заработали. В тестовом режиме завод отработал всего 9 месяцев. Его приостановили для устранения некоторых технических проблем. Тем временем Антон Пономаренко, директор завода и одновременно руководитель предприятия «Забайкалспецтранс», а именно оно обслуживало главную городскую свалку в селе Ивановка, принял решение закрыть и эту площадку утилизации мусора. У компании, объяснил депутатам, Антон Пономаренко закончился срок действия лицензии. При этом региональная Минприрода настаивает, Ивановская свалка должна заработать хотя бы временно, иначе город просто погрязнет в мусоре. «Забайкалспецтранс по какой-то причине либо не готов, либо не хочет даже эти 11 месяцев временного хранения на этой свалке принимать мусор городской весь». К слову, от закрытия свалки в Ивановке страдают не только рядовые четинцы и представители бизнеса, но и социальные учреждения. «Предприниматели и те, у кого образуются жидкие отходы, это и больницы, и все социальные учреждения города о том, что Забайкалспецтранс, если он принимает, вернее не принимает и отправляют в полигон, то полигон принимает только твердые коммунальные отходы, а жидкие отходы теперь у нас вообще никто не принимает». У краевой прокуратуры на проблему свой взгляд. Здесь считают, полигон в Ивановке вряд ли возможно довести до такого состояния, чтобы он соответствовал всем нормам. А значит, нужно повторно открыть мусоросортировочный завод. Антон Пономаренко обещает сделать это к 1 апреля. Правда, нужны дополнительные средства. «Вот письмо лежит, Забайкалспецтранс, 32 миллиона. Я примерно представляю, что может получиться. 1 апреля, скажут, так письмо же было, что же вы деньги-то не переведите. А бюджет с горем пополам на год распределили. Но если бы нам показали ту тумбочку, где деньги лежат, конечно, возможно, бы проблему сняли». По мнению прокуратуры, городу легче выделять в год по 6 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, чем за несколько месяцев найти 30 миллионов на запуск завода. В итоге, выслушав все стороны, депутаты решили обратиться к краевым властям. Просить будут о запуске мусоросортировочного завода на проектную мощность до 1 апреля и временном открытии свалки в Ивановке.